Добрый вечер на телеканале ИРТС время первой студии. Как всегда об актуальном сегодня будем говорить о безопасности детей. У нас в студии известный казахстанский общественный деятель, ветеран педагогики и государственной службы Жмабекова Растыма Гавьяна. Растыма Гавьяна, добрый вечер. Добрый вечер. Благодарю вас за то, что уделили время, пришли к нам в студию, потому что очень актуальная тема сейчас, вопрос безопасности детей. Вы сами знаете, не сходят с повестки дня. Скажите, пожалуйста, что с нами не так? Почему он взрослый не может защитить своих детей? Такой хороший, глубокий вопрос. Я просто, знаете, считаю, что давно пора всем задуматься, действительно, что с нами не так. И хочу сказать, что надо прекратить обвинять друг друга, родителей, школу, школа родителей. В целом потом все говорят, о, все, общество виновата. А нужно просто, наверное, серьезно заняться выявлением причин, почему так происходит и от чего все это происходит. Поэтому, мне кажется, тут надо очень серьезно, чтобы подключилась наука педагогическая. К сожалению, сегодня я не могу похвастать ни одним научным трудом по этому поводу. И, наверное, психологи, как специалисты, должны сказать свое веское слово. Почему? Потому что пока не будут сделаны конкретные выводы вообще, в чем истоки этой проблемы, пока мы не поймем глубину этой проблемы, мы не сможем выявить вообще, как бы, что вообще происходит, действительно, на самом деле. Но мне очень понравилось, вот последний раз, когда наш президент Токаев выступал на встрече с депутатами всех уровней, он четко сказал, что надо прекратить вообще, как бы, сегодня семьям говорить, что виноваты кто-то, а надо искать причину в семьях. Наверное, это правильно, потому что каждый родитель, воспитывая своих детей, в конце концов, несет ответственность, прежде всего, перед обществом, перед народом. И я всегда говорю, дети – это не собственность родителей, это государственная собственность. Если мы с этой точки зрения будем смотреть на детей, на их развитие, на их воспитание, мне кажется, мы сдвинемся с такой вот мертвой точки. – Ну, такой интересный подход. – Да, вот просто нужно приоритеты поменять. Все же думают, что вот я родил для себя, это мое, и все, и ничего. – Что хочу, то и делаю. – Что хочу, то и делаю. Поэтому и бьют, поэтому и насилуют, поэтому всякие происходят страшные вещи. А в принципе нужно подходить как к человеку, к ребенку, который будет продолжать развитие этого государства, развитие этого общества. – Ну вот есть у нас закон принят недавно, где предусможена ответственность родителей за безопасность детей. Но мы пока не видим, чтобы закон работал. – Вы знаете, я очень внимательна, хоть я и не работаю сейчас нигде, но вот эта педагогическая жилка во мне, она всю жизнь живет, и я наблюдаю за родителями в автобусе, когда прихожу за внуками в школу, смотрю просто, когда сижу в обществе в каком-то, да. – Я хочу сказать, что сейчас появилась целая плеяда новых родителей, которые наоборот уже слишком как бы занимают сторону своего ребенка и начинают защищать все его проступки, говорить, что он прав, а вот все остальные неправы. – То есть априори ребенок прав. – Да, ребенок прав и все. – Это тоже перекос. То есть вот когда мы поймем середину золотую, не будем с одного берега прыгать на другой берег и говорить, кто в чем виноват, тогда у нас будет все хорошо. Что касается семьи, сегодня, наверное, семья в большем приоритете держит не воспитание ребенка, а благосостояние собственной семьи, обеспечение семьи, создание какого-то блага для своей семьи. А знаете, когда я работала в Совете по защите прав детей, мы делали анализ, и оказалось, что у нас практически большинство детей, которые совершают суицид, это те дети, которых как будто бы называют из благополучной семьи. Мы же смотрим благополучие не в том, что он развит, нравственно, духовно, воспитан и так далее, мы благополучие смотрим, как он одет, как он кушает, в каком доме он живет, как он отдыхает, куда летает и так далее. Вот это мы считаем благополучие. Нет, к слову, благополучие нужно относиться абсолютно по-другому. Поэтому, наверное, сейчас приоритеты нужно просто акценты расставить, посмотреть, что есть проблемы как раз-таки в семьях, где вроде бы полное обеспечение, где все есть, где ребенку доступны все гаджеты, все-все-все-все-все-все, где ничего не регламентируется, считают, что ребенок прав, он все правильно делает. Просто нужно, да, ребенок – это личность, да, нужно уважать его мировоззрение, его понимание, восприятие мира, все правильно, но вносить вовремя какие-то коррективы и говорить своему сыну или своей внучке, или своим знакомым и так далее, что вот тут ты прав, но есть вот то-то, то-то, то-то. То есть даже в твоих поступках, которые ты сегодня совершаешь, можно было бы эту проблему решить совсем по-другому, если бы можно было бы вот так-то, так-то к этому подойти. То есть, наверное, раньше, если мы смотрели на своих родителей, вот мое поколение, я смотрела на свою маму, как мама себя ведет, например. Очень любила своего отца и зачастую думала, а он у меня был участник войны, характер железобетонный, и вот глядя на него, и почему-то он всегда говорил, моя дочь, у нее характер мужчины. Я этим гордилась, я думала, я считала, вот я с характером мужчины. А что он имел в виду под характером мужчины? Может быть, он имел в виду то, что я начатое дело довожу до конца? Или может быть, то, что я могла решать какие-то вопросы и проблемы, будучи совсем маленьким ребенком, во благо собственной семьи, своих братьев и так далее? То есть, умела брать на себя ответственность? Да, умела брать на себя ответственность. Наверное, вот это он считал мужским характером. А глядя на маму, я понимала, что она всегда умела в каких-то даже критических ситуациях промолчать. Мудрость такая же. Да, вот знаете, промолчит минут 10-15, полчаса, час, а потом скажет свое слово. И вот это слово ее для нас было самым ценным, потому что она не кричала. Я, знаете, я хочу сказать, что я вообще не битый ребенок, абсолютно. Поэтому, наверное, я вот такой свободный, люблю свободу, но при этом я знаю, что эти... Вообще любая свобода ограничена. Вот это надо понять. Она ограничена условиями жизни, ограничена правилами бытия в обществе, ограничена законами, правилами, которые имеются в семье. Помните, был мультфильм в длиной цепи. Да, да. Свобода ограничена. Вот поэтому надо, знаете, нам просто научить детей, что есть в любой свободе, определенные ограничения. И уметь видеть эти ограничения, это так важно. Это важно сегодня и современным учителям. Это важно и современным мамам. Это важно знать это и родителям, отцу и так далее. То есть мы как-то попутали все. Мы посчитали, что вот все дозволено, все есть, все хорошо. Мы можем делать, что хотим. И мы всегда правы. Нет. Надо говорить, что есть правила, по которым живет общество, государство. И этим правилам нужно уметь подчиняться. Я сказала, ну вот раньше был институт, авторитет семьи. Авторитет отца, вот как вы сейчас расскажете, авторитет матери. Это было незыблемо. Да. Вот как это вернуть? Как вот эти семейные ценности, как к ним вернуться? А это, наверное, знаете, вот я знаю несколько институтов и несколько общественных объединений, которые занимаются проблемами семьи. Им нужно просто более, уже шире заявлять о себе и говорить о тех наработках, которые сегодня имеются. То есть не заниматься уже общеизвестными какими-то проблемами, которые уже набили оскомину. А уже какие-то современные подходы к современной семье и приоритеты современной семьи, вот такие подходы, наверное, должны быть. Поэтому помнить свою историю и какие-то приоритеты исторические, которые были в семье, их уметь перенести в современную семью, не навязывая, а как бы, ну, знаете, вот беседе, например, да, вот зачастую бывает, говорят, а моя мама говорила вот так-то, а папа мне всегда вот так говорил, например, да. То есть... Поэтому я думаю, что вот прежде всего родители должны понять, что они авторитет для своих детей. Они должны подавать пример. Если отец будет пить, курить, гулять и так далее, сын повторит. Если отец будет бить детей, унижать жену, сын повторит. Это однозначно и так далее. То есть вот уметь правильно расставить вот эти, как сказать, качество жизни семьи должно быть не в... И в благосостоянии тоже, но в нравственности каждого члена семьи. То есть если отец духовно богат, если он знает, что говорил ему его дедушка, его папа, его мама, и он периодически говорит об этом своим детям, и это становится уже как бы каким-то определенным таким... Ну, будем говорить... Шаблон, наверное, не то слово, а каким-то таким определенным правилом для этой семьи. И каждый будет говорить, что вот мне когда-то папа говорил, и мне мама говорила, вот это вот перенести. Как это вернуть? Вот я говорю, нам нужно сейчас вот эти общественные объединения и институты, которые работают по проблемам семьи, им просто нужно отказаться от всех тех публикаций, которые связаны с тем, что было когда-то, а прийти и сказать, что мы предлагаем сегодня вам то-то, то-то, то-то. К современным реалиям. Сегодня информационная система настолько влияет на детей, что уже родители сами растерялись и не знают вообще, что делать с этим. Ребенок может 5-6 лет закатить такой скандал в семье из-за того, что у него отобрали телефон, сказали, все, хватит тебе там копаться в этом телефоне. То есть научить даже вот этой культуре умение работать с сетью, с гаджетами, это тоже наука, это тоже должны уметь прежде всего сами родители. Вот картина. Семья. Значит, они говорят сыну, дочери, не сиди в гаджетах, учи уроки, а сами откроют этот телефон, сидит, пьет чай или кушает, он в телефоне. Но не должны расходиться действия со словами. Но ты сказал, дорогой, придерживайся сам, сядь с детьми, ужинай, разговаривай, спрашивай, как, что, и это уже момент воспитания. То есть мы должны быть примером. То есть плюс к этому, я еще раз хочу вернуться, все-таки все общественные объединения, которые занимаются сегодня проблемами семьи, а их очень много, они должны сегодня посмотреть на современную семью, на влияние на современную семью всех потоков информационных и прочих, прочих, прочих. И из этого делать уже какие-то выводы и находить какие-то интересные предложения, примеры. Вот как-то я вот смотрю, конкурсы семей проводят, да? Правильно, там хорошо играет на дымбре, поет, семья поющая, это тоже хорошо, это как общие интересы, да? Но не в этом же самая главная ценность этой семьи. А самая главная ценность этой семьи, что вот к этому ко всему привели детей, всех, кто окружает эту семью, кто главный, или папа, или мама, или мама и папа вдвоем. Вот о них надо говорить, а как вы это сделали? Как так, что у вас каждый ребенок о каком-то инструменте играет? Вот как вы этого добились? Что вы для этого сделали? Вот где надо копать. У таких семей учиться? У таких семей учиться? У таких семей учиться? Опыт перенимать. В спорте. Сейчас вот я смотрю, очень много родителей прямо, знаете, серьезно занимаются тем, что вовлекают детей в спортивные кружки, дополнительно платят за то, чтобы там он занимался футболом, чем-то еще и так далее, и так далее, плаванием, очень серьезно. Это супер хорошо, это супер хорошо. Воспитание в семье вообще, в принципе, по большому счету состоит из больших блоков и мелких-мелких-мелких деталей. И вот думаешь, что важнее, вот эти блоки или вот эти детали? И приходишь невольно к выводу, что детали важнее, из них создаются блоки. В последнее время очень много государств предоставляет, в принципе. У нас программа арт-спорт работает, очень много секций, очень много кружков. В принципе, занимайся не хочу. Почему у нас все равно дети остаются как-то бесхозными? Вот это вопрос такой. Вот когда я читаю, вот там нарушение нашли там-то, там-то, кружковую деятельность забросили, дети не ходят, мертвые души, наказали того, посадили того, оштрафовали того и так далее. Я всегда расстраиваюсь, потому что ребенок же не робот. Но бывает, что он пропустит. Бывает, что он сегодня, например, может быть, сдает там тесты, я не знаю, что-то делает там, дополнили какие-то занятия у него. Он не смог прийти. И что, сразу его брать на карандаш, что его сегодня нету? Ах вы, вот припиской занимаетесь? Вот я против этого. Дали возможность, открыли такие секции, да, бесплатные. Ну дайте возможность людям. Другое дело, если это становится системой, тогда наказывайте. Но если тренер объясняет, вы поймите, вот то-то, 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 то-то. Слушайте, вот сегодня его нету. А у нас так, кто только не проверяет. Все же проверяют. Слушайте, кончайте проверять, начинайте действовать, уже работать. Отчетов очень много. Отчетов очень много. Но все проверяют, чего проверяют, кого проверяют. Я сама была когда-то проверяющим руководителем. Но чтобы каждый день вот над душой стоять, слушайте, с пистолетом. В те времена, мне кажется, не так много было, наверное. Да, я думаю, что это неправильно. И вот как-то стало модно проверять, находить и наказывать. В чем причина? Не знаю. И приведет ли это к чему-то хорошему? Тоже не знаю. Время покажет. Но я еще раз хочу сказать, не бить по рукам вот этих людей, которые возглавляют спортивные секции, кружки, значит, всевозможные, для талантливых людей, детей, всевозможные вот эти вот объединения. Не бить по рукам, а дать возможность им раскрыться, начать работать так, чтобы действительно спорт стал массовым, чтобы дети массово ходили. Ну, не знаю, может быть, может, я что-то неправильно понимаю в той части, что люди не смогли организовать это все, как положено. Но тогда разговор совсем по-другому. Вот ко мне недавно приходила на эфир уполномоченная по правам ребенка по Павлодорской области. И она вот такую фразу сказала, что у нас не учат быть родителями. А, это же невозможно. Вот тоже такая вот, ну, как будто хорошая, такая интересная мысль, вот как научить людей быть родителями, причем хорошими родителями. Знаете, я хочу сказать, что жизнь сама научит тебя, если у тебя есть цели правильные, приоритеты правильные, быть хорошим родителем. А сказать, что ты делай вот так, вот так, вот так, вот так, и ты будешь хорошим родителем, вы можете послушать и сказать, какое твое дело, слушай. Вот опять-таки, да, вот мой ребенок, да, какое твое дело, в конце концов. То есть, опять-таки, да, все-таки есть великое слово «культура». Я прямо, знаете, каждый раз об этом говорю, и не устаю об этом говорить. Когда есть культура взаимоотношений взрослых и детей, культура взаимоотношений взрослых между собой, детей между собой, когда культура является столпом целого общества, тогда всего этого, то, что происходит сейчас, не будет. Нужно развивать именно культуру отношений. И вот как разделить все-таки зону ответственности? Понятно, что родители в первую очередь отвечают за безопасность детей. Школа тогда за что отвечает? Для этого нужна отдельная программа. Почему? Потому что то, что сегодня современные учителя переживают огромную трансформацию вообще в своей деятельности, это ничего не сказать. Потому что, в принципе, сегодня от них требуется очень много. Другое дело, сколько для этого дается. Вот мы с вами разговор начали с чего? Что нужна наука о семье, о детях, о взаимоотношениях и так далее. Что нужно понять причину, где там все это, где истоки всего этого. Пока учителю в этом плане никто не может помочь. Он бедный там что-то это, где-то что-то вычитал, где-то в институте ему сказали, где-то еще что-то, где-то сам нашел. Вот из того исходит. А вообще учителя, мне кажется, не оглядываясь ни на кого, ни на семью, ни на родителей, ни на кого. Вот пришел ребенок, вот какой он пришел к тебе, вот ты смотришь, и вот как художник, начинаешь из него лепить то чудо, которое станет активным деятелем этого нашего государства, человеком, который будет патриотом, духовно-нравственно развитым, физически развитым. Это все зависит от учителя. Дмитрий Маговян, я благодарю вас за уделенное время. Приходите к нам еще. Спасибо. Наше, к сожалению, подошел к концу. Встретимся на телеканале Ертес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова